Пару дней назад прошел государственный праздник, День России. И вот такое массовое явление, что, по-моему, этот праздник пора переименовывать в день российско-сербской интеграции. Потому что во многих городах очень часто были из многих регионов сообщения о том, что вместо российских флагов вешали флаги сербские. И одной из жертв стал, собственно, губернатор ХМАО, которая в День России поздравляла жителей в пиджаке. Комарова? Я забыл ее фамилию. По-моему, да. Да, Комарова, конечно. Она поздравила жителей. Вот у нее вот этот флаг был. И она сказала, что это ей помощники нацепили. И вот их надо всех проверить на знании государственной символики. Сейчас не надо проверять. Да, да. Она-то же не видит, что у нее там на груди, так сказать, висит. Слушай, ну как ты вообще вот за российско-сербскую интеграцию-то у нас? Ну, интеграция это отлично, но не в контексте глумления над государственными символами. Я считаю, что у России должен быть иной флаг, да. Но тема вот особенно периода Великой Отечественной войны, да, вот это Власовское движение, да, провести параллели, у многих волосы на головах зашевелится. Но тем не менее, да, установлены такие государственные символы. И госпожа Комарова, как человек публичный, человека, с которого больше спрос, да, на котором больше ответственности, обязательность, должна, конечно, за это отвечать. В смысле, мне нацепили, а тебе голова-то зачем? Ты ее носишь, чтобы еду в нее класть, что ли? Я считаю, что это такая очень примитивная отговорка. В целом, это показатель, не то, что уровень патриотизма, да, в принципе, уровень подготовки российской власти. Знаете, если госпожу Комарову за что-то ругать, видно у представителя Единой России, то, конечно, это самое меньшее золото, что она совершала. Мы про нее периодически снимаем видео. Помните конфуз, который она попала, когда при забытом микрофоне она начала рассказывать о том, что все в доле, что, значит, все нормально, не переживайте. Она с бизнесом общалась, да, рассказывала о нетрудовых доходах и каких-то полукоррупционных, или как это правильно сформулировать, вещах каких-то внутрирегиональных. Вот, и это же не единственный случай. Мы в целом можем посмотреть, да, что там отдельные проявления. Посмотрите на жителей Хмаун, посмотрите, как живут люди, какой отток населения, какой упадок в рождаемости и рост смертности. Посмотрите на уровень нищеты, посмотрите на зарплаты средние, которые там устанавливаются, на пенсионные выплаты, которые, опять же, регион принимает по этим вещам. Решение, как распределяются бюджетные деньги, сколько зарплаты у министра, вот то, что должны оценивать граждане нашей страны, вот это, то, что вы видите на экранах, это, конечно, звучно, но давайте расставлять приоритеты. Не самая большая беда данного горячиновника, потому что основные претензии, которые к ней должны высказываться, как к руководителю региональному, это то, как живут граждане. А граждане не живут, граждане выживают. И давайте будем, честно, не у всех это получается сделать. Есть тысячи, десятки тысяч людей, которые не вписались в эту модель, которую данная госпожа продвигает и готовы, не знаю, любые уступки, да, любые там поклоны, реверансы, отступление от своих принципов, от понятий нормы, лишь бы за ней сохранили эти замечательные условия для ее жизни, богатства, ее возможности порешать что-то и так далее. Поэтому общество, да, с точки зрения политического воспитания, идеологического просвещения, должна смотреть на ее классовую природу, она в чьих интересах каждый день ходит на работу. Кто от ее деятельности, от выполнения ее обязанностей выигрывает? Что жители Хмао будут лучше жить в 24-м году, чем в 3-м? Я вас уверяю, это не так. Если мы посмотрим шире, вопрос не в данной госпоже Единороске, вопрос в системе, что в каждом регионе, практически в каждом регионе и населенном пункте есть абсолютно такие же, с другими фамилиями, выглядят по-другому. Они говорят с разными акцентами и верят в разные, но их природа, она одна. Обеспечить функционирование экономики в интересах самых важных, самых нужных людей. Если для этого нужно, там, каким-то образом согласиться с потерями, с теми, кто этот марафон не пройдет, ну, значит, будет так. В этом суть всей этой капиталистической модели, извлечь прибыль любой ценой. Продолжение следует...